Дети маршируют в камуфляже и со знаменами. Строятся в шеренгу. Так, в минувшую субботу на базе отдыха Лесная поляна, что неподалеку Кременной, открывали смену военно-патриотического лагеря. Поздравляю с открытием военно-спортивного лагеря «Единая Украина». Ура! 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 Организовать военно-спортивный отдых детям рубежанской организации «Никто кроме нас» и Сверднецкому клубу «Каскад» помогла милиция, военные и спасатели. Назвали лагерь «Единая Украина». В связи с последними событиями показывают, что мы детям должны рассказывать, что схит и захит, восток и юг – это одно целое. У нас Украина не делится. Неделимое. Одно целое. Поэтому детей вывели сюда и прежде всего будем ставку делать на патриотическое воспитание. Капеллан батальона милиции специального назначения «Луганска-1» на открытии смены помолился за мир в Украине. Подарил всем детям жетоны с иконками и духовный бронежилет воина. Брошюру с молитвами для солдат. А еще благословил всех, кто отважился в юном возрасте на военную выучку. И Христом твоим охраняется целью твою. Нужно научить молодежь, по крайней мере, следовать Божьим заповедям. И тогда в стране наведется порядок. Сразу после торжественного открытия – подготовка к боевым будням. Первое занятие – изучение стрелкового оружия. Бывал их немного. Такие сборы на турбазе проходят несколько лет. Исключением был лишь прошлый год. Поэтому большинству здесь все в новинку. Здесь сейчас в лагере с Белогоровки, когда у нас никогда не было, это деревня. Они узнали об этом лагере, привезли три человека. С Новобского привезли. Ну вот мы сейчас с рубежом первый год попробовали. Поэтому лагерь пользуется популярностью. 11 дней. Три десятка ребят в возрасте от 7 до 16 лет изучают все тонкости военной науки. В программе даже подготовка разведчиков. Вот как сейчас. Вадим из Северодонецка. Он один из немногих ребят, кто знает, что здесь к чему. Занимается в военно-спортивном клубе третий год. Здесь совершенствует знания. Сосредоточенно разбирает АКМ. Я понимаю, как разбирать. Ну, я не быстро разбираю. Ну, где-то 50 секунд. 40. На вопрос, зачем в 9 лет ему это нужно, отвечает, не задумываясь. Чтобы я это умела и чтобы я мог показать это все людям. Что я это умею. А вот спортсменка Николь только всему учится. Сама из рубежного. Учится в Киеве в школе высшего спортивного мастерства на фехтовании. Как держать шпагу в руках, знает досконально. А вот бои с ножами даются пока что с трудом. Это абсолютно другое. Тут задействованы две руки и ноги по-другому. И тут надо технически уворачиваться. Фехтование, только одна рука и передвижение. Николь одна из трех девчонок в лагере. Признается, приехала, чтобы преодолеть себя. Родители, которые целый год не видели дочь, поддержали. Отправили на 11 дней сборов. Я приехала сюда, во-первых, чтобы проверить себя. Во-вторых, я очень хочу хоть как-то поддержать нашу армию. И если нет средств, то я могу хотя бы сделать такое. Показать, что мы с ними всей душой и мы хотим этому учиться и тоже будем защитить нашу Родину. У тебя он должен быть самостоятельный. И как бы все должен проходить, все, набираться опыта. Поэтому мы только за. Лишь бы ей нравилось. Мы должны новое поколение растить патриотом, которые способны защитить свою Родину, свою Украину. Научить ребенка Родину любить на военных сборах не бесплатно. Проживание и питание на турбазе за счет родителей. Путевка в лагерь «Единая Украина» стоит 1200 гривен. Инструкторы, они же организаторы, работают на общественных началах. Вместе с родителями они надеются, что на их инициативу обратят внимание власти. И поддержат. Не только морально. Продолжение следует.